Когда апостол Павел писал это послание, он не просто касался нравственных сторон, давал программу, но как правило говорил о том, что было у тех людей, кому он пишет. У людей как? Сразу не мог отомстить? Наш час придет, будет праздник на нашей улице. Относительно мщения говорят фактически мировые религии, мусульманство, кровная месть. Отомстить. Не сегодня, а через год, а через десять лет. Это же самое его действие. Мститель гонится за невольным убийцей, за них шесть городов. Официально говорит об этом Библия. И вдруг появляется новое учение. Простить. Не мстить. Как мстить? Когда все прищи Христа говорят, что мщение это хорошее дело. Были посланники, царский пир, они пошли, царь разгревался и отомстил. И сжег тот город на мщение. А вот здесь дается ответ. Мщение нужно. Без мщения никак нельзя. Иначе справедливость не будет. Но не вы это мщение делаете, а мне. Я вас дам. У нас не понимают. Люди молятся, 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 читают по-славянски. А он в месяц новом мщении. Писал-то, Давыд, это хозаветный человек, который воевал настолько много, что о других вояках забыть можно, как он воевал. И в то же время, все время мысли были, как угодить Богу и Егоре. Я Егор в храм построил. И Бог ему поставил вину одно только. Не грехи, какие он делал, блудничал, а кровь. Ты слишком много крови пролил. Да я же врагов убивал. Это тоже люди. У каждого была мать, кто-то плакал. Сирот и дети у нас и нет, Давыд. И он смирился с этим. Кровь в очах Божьих всегда имеет особую цену. Мы ее не можем знать. Потому что Бог сотворил, это принадлежит все ему и жизнь человеческой. На мщении основаны все войны. Какой-то человек открывает проезжающую корреку, едет царский принц, он выстрелил. Наследственный принц. Началась Первая мировая война. И с чего началась? Отомстить. Боли эти убийцы не выдают. Отомстить, пошли войной. Вторая держава за ту. И наконец, в эту руку была задействована вся Европа и в Азию зашли. Первая мировая война обошлась десятки миллионов. Вторая точно так же. Отомстить за полуганное. Русские тамошние. Отомстить за отметы имения. Вот она, Власовская армия. Вот откуда все это идет. Там понятно. Но здесь этот постезаншина уже не прохлорит. А мы сейчас считаем. Солтынка считает. Это молитва. Господи вас дает. Сейчас только молюсь. Мы молимся об этом. Врагам нашим. Да сойдут с живыми в преисподнюю. Мы сейчас молились о мщении. И нам, слотынка, надо с десятками поправок говорить или убрать его. Но эта Ветхозаветняя книга полностью пропитана Духом Ветхозаветнего Иудея. Она совершенно не подходит нам. А мы ее читаем без объяснения. И мы прямо идем против учения Иисуса Христа. Мы просим окомсти врагам. Ну читайте, слотынка, откройте. Это же не я его писал. Вот почему 5-й ток Иоанна Златоуста из 12-й токовики считается вершиной всего, что написано в христианстве. Суметь кто? Повернуть в новозаветнем Духе. Я знаю, начитывал его, конспектировал и все время удивлялся. Этого бы никто не сделал. Он адвокат. Он умел виновного защитить, Златоуста. Ему Бог дал эту мысль. Да так. Все, что говорится о врагах, направили на дьявола. Вот такое одно объяснение. А на дьявола можно делать это? Ну так и написано, порази под ноги его. Избави нас от лукавого. Пророчество говорило, в голову поражать его будут. Все, где говорится о врагах, понимай, демон, который искушает, демон блуда, демон жадности, демон мстительности. Доживут они живыми в ад, сойдут. То есть все только на дьяволе. Нигде о человеке никогда не думайте, когда в столкнове считаете. Я в коротко даю пояснение этого. Другое оттолкование быть не может, иначе на сегодня же надо убрать. Не мстите за себя. А где образец? Образец дан вершине любви. Нет больше той любви, как душу положит за друзей своих, а здесь за врагов. И эту любовь, образец мы видим высоко на Голгофе. Высоко на вершине Христа. Христос молится за врагов. Отомстить бы им. Они не знают, что делать. Да как не знают, они же сидели разговаривали. Там умницы, они академии кончали. Они не знают, потому что сокрыто от них все. А там и привыкли. Вот земля, встал утром, какая погода. Земля несется во мраке. Часто ли мы об этом думаем? Она в космосе несется. Это порошинка. Там ни вверх, ни внизу нет. Просто маленький шарик несется в космосе. Мы ложимся спать, и он несется со скоростью пули. И никаких меток нельзя поставить. На дороге метки стоят, поворот там-то. Ничего этого в космосе нет. Вообще нет таких атикетов. Помним ли мы об этом? И поэтому с позиции Божьего взгляда все по-другому выглядит. Да конечно сказать, гроб его на нас, на детях наших. То есть мудитер устроил холокост. А с венцом? Да, так будто так. Но мне, мщение, я вас дам, говорит Господь. Не надо завоевывать гроб Господь и тысячи гробов рядом устраивать. Один от крестовых походов. Не надо этого делать. Да мы же за Бога. За Бога. Не надо припирать. Когда Амбарь, царь, которого Господь исцелил от проказа, узнал, что Христа распяли, он хотел свою армию набрать и пойти и нечестивым евреям отомстить. А дорогие, мы зависим, вот и постоим. Мы этим евреям набьем. Мы этим евреям устроим. А вот этому это делать как раз нельзя. Евреям надо показать, что мы приняли Мессию, Он истинный мессия. Они его жуток примут антихрист. И мы должны показать преобразующие силы, влияние Духа Святого в нас. Действенно. Вот этим мы можем нервеям привлечь. Больше ничем. Никак и нигде. Ни за что не мстите. А христианцы-то, нам это отомстить-то еще собирается только. Мы еще не пожили до Ермаковского похода, а Ермака проставляет. Казань все время напоминает нам об этом. И где-то это начнется. Завоевывали. Юг. Чечня. Город Грозный назвали. Это все не случайно было. Это правошество. Отомстите. Они работают намщение. А давайте мы на их положении окажемся. Это нас. Они завоевали. Над нами они издевались. Нам репрессию строили для многих промородов. А мы христиане. Мы все прощаем. Мы стали на коллегах. И все прекратилось. Огонь не может пожарствовать, потому что с той стороны нет прощения. Наши крепкие души нет. Русские люди завоевывали этих татар. Нам никогда не выйти из этого положения без учения Иисуса Христа. Повторяю, что я занимаюсь сейчас как раз вопросом начала революции. И вижу, патриарх пишет, послали и тихо. Послание говорит, сначала направили, защищайте храмы. А не сказал, как люди понимают, ну а как, если лезет безбожница? Да как его? Колонек по голове сделали. А не полиэтом стрелялись в деревню. Патриарх сказал, сказал, защищайте наши извечные святыники. А не показал, как их не учили людей. А сказал бы, на коленях не молиться. Дальше это не было сказано. А дальше началось смещение. У меня убили, я убил. И так и пошло. Вот она гражданская война в бедах. И тогда патриарх вдогонку дает послание. Не стите, не надо мстить. Уже опоздали. Уже мстят, уже огонь горит. Где же вы раньше-то были? Охраняющий собор красноармеец услышал упрек от архиереев. Что ж вы делаете? Вы же прищищались, сходили. Мы ничего греха не знали. Вы нас не научили. А теперь молчите. А патриарх начинает их не прищищать. Да они в храм не ходят, они храм разрушают. А он грозит не прищищать. Считаешь и думаешь, Господи, ни один человек не знает пути Господня. Не мстите за себя, возлюбленные. Революция-то не было бы ее. Проходит четыре столетия. Евреи, что они претерпели? Когда считаешь, в житиях святых, представьте, город почти весь населен евреями. Такие места были. Православные захватывают. Все евреи должны принять крещение. Кто не примет крещение, будет казнен. Так откуда это учение-то? А за то, что вы Христа распяли кровь, его на вас и на детях ваших. По житиям святых, ну, считаешь, что они никогда учения Христа даже не слышат. Это епископ Григорий. Акрагандийский. Откуда это все пошло? Иоанн Златоуз говорит так. Евреев водят. Евреев за то, что распяли Христа. Но не мы. Не мы. Бог сам делает, когда надо. Он развеялся. Не мы их развеяли. И они не могут собрать, и потом заказать это за распятие Христа, за непринятие Сына Божия, за отвержение мессии. Не мстите за себя возлюблено. А мы в житейских делах. Не расположены, если свои кто-то сказал, мне он замечательно что-то отняли, да чтобы ему сгорело. У нас одна любовь. Прости, Боги. Первый книги Сарс 25-26. И ныне, Господин мой, живи у Господь, и жива душа Твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови, и удержит руку Твое отмщение. Это сказала жена Навала, когда встретила Давыда. Давыд шел в законы, я помщу ему, сразу сказал. Послал своих слуг, у него стрибут овец, это у них как окончание жахты считалось, стрижка овец, там гулянка была. И слуги Давыда пришли, пришли. А хозяин прогнал, много раз здесь ходит. И Давыду, когда донесли, он говорит, я ему отомщу. И сразу взял воинов и пошел все истребить. И умная женщина, которой Давыд тут же похвалил. Молодец. Ты не пожалеешь, что не прожил кровь. И когда мы не отомстили, мы и пожалеем. После окончания войны в Советске узнали, когда делили добычу побежденных, сюда корабль, в Новороссийск. Огромный корабль. Переименовали его. А итальянцы не могут простить. Тайно застали мини-лодку, подцепили снаряд, и он взорвался. Более тысячи молодых людей сразу в одну секунду погибли. И только ночами водолазы днем цепляли, а ночью вытаскивали. Отомстили. А эти теперь в конце концов разузнали, кто сделал, а теперь мы вам отомстим, у вас три корабля взорвем. Никогда не прекращается злоба, если действует так, как действовал Моисей, как действует Магомед. Для нас, Христос. Господи, а ты как делал? А в одну щеку ударят. Подставь вторую. И молитесь за обижающих. Врагов не накормите. Какие мы имеем заповеди? Это уже прямая подготовка к тому, чтобы человека подготовить к Царству Небесному. На небе нет мещения. Не думайте, что там будут одни православные. Эту мысль надо отбросить. На небе будут не одни русские. Есть те, которые его закона не знают. Вообще имя Христово даже не признавали, не немали, не слышали, и они будут в раю. Это апостол Павел говорит, криминам 9 глава. Потому что не имеют закона, а они сами себе закон. И совесть то судит, то оправдывает. Он говорит, почему ли совесть в первичной Евангелии? 1 Царств 25-33. И благословен разум твой. И благословен ты за то, что ты теперь не допустил меня идти на пролитие кроме и отомстить до себя. Это Давыд так ее отблагодарил. Как вы даже заботитесь, чтобы у нас были люди, которые удерживали. Чтобы мы нигде не отомстили. Он плохо сказал, я против него плохо скажу. Возлюбленный, неститесь за себя. Помолись за него. Бог испытывает. Бог допускает. Второзаконие 32-35. У меня отмщение и воздаяние. Когда колеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Били, били с Советским Союзом. И чего не могли сделать? Он еще крепче стал. И так мирным путем все разводилось. Пришло время, 72 года, Вавилонского племения. И все рухнуло. И даже удивительно, что его нет. Но все в прошлом это. Как это могло быть так? У Бога все назначено. До времени надо терпеть. И терпение все перетрустит. Второзаконие 32-43. Веселитесь, и защитите с народом его. Ибо он отомстит за хвост рабов своих. И воздавт мщение врагам своим. И очистит земли свои и народ свой. Когда признаешь, что абсолютно точно, ни больше, ни меньше воздавт Господь. Из нашей сегодняшней обиды, позиции вечности, они настолько ничтожны, как бы их и не было. Они были. Но если за нашу обиду непрощенный кто-то погибнет, не войдет в рай, Господи, прости уже сегодня. Иезекииля 25-12. Так говорит Господь Бог. За то, что и дом жестоко мстил дому Иудину, и тяжко решил, совершая над ним мщение, будет то и другое. Бог обещает обязательно наказать того, Господь мстит. Поэтому, ребятишек учите своих. Никогда не отомщать. У меня в лагере постоянно ребятишки ударили. Почему? А он первый. Ну ты просил, но все закончил. Тебя он сколько бы раз ударил, но ударил в один раз. А я тебе 7 горящих даю. А сегодня это уже 14 даю. Наконец за ударил он 21, каждый день у него еще. Наконец я из него вытряхаю оттуда. Ну ты понимаешь, что тебя я обязательно накажу. У нас нельзя драться. А он первый. Ну давай еще раз проиграем назад. Стоило одно другого. Евреям 10.30. Мы знаем того, кто сказал, у меня крещение, я вас дам, говорит Господь. Еще. Господь будет судить народ свой. Левитам 19.17. Не всти и не имей глобу на Сынов народу Твоего, но люби ближнего Твоего, как самого себя. Я Господь. И в конце я Господь что? То есть я вижу и знаю. Говорят, ни в чем не видят люди пострадали во время репрессии. Забудьте про это. Ни в чем не видят людей вообще нет на земле. Сказать они не видят в том, в чем их обвиняли, что он знал, что с японской разведкой. Но было другое. Было расплачивание, разрушение церквей. А вот теперь 37-й год и пришел. 37-й год всех не подобрали, 41-й пришел. Уборное отмщение. Бог родит еще ни одного Гитлера и Сталина. Бог еще ни одно расплачивание сделает. Поэтому нужно войти в колею Божьего закона. Лука 6.27.29. Но вам, слушающим говорю, любите врагов ваши, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас, и молитесь за обижающих вас. Ударившим тебя по щеке, подставь и другую. И отнимающим у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взятию рубашки. Лука 9.55-56. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. Ибо сын человеческий пришел не мудритуши человеческой, а спасать. Господи, а вот позволь, нас не приняли ночевать, на ночевку не пустили, а мы сожжем их. Такое мнение было у учеников, высокое себе, нас не приняли. Да кто вы такие? Почему им должны место предоставлять? Для них тут просто прохожие, может быть, похоже на недругов. Какие-то проходимцы идут. А подобно как Илья, верят в силу Божию. Господь, видимо, покращал головой, говорит, вообще не знаете, какого вы духа. Какой Илья? Что вы вспоминаете? Илью. Показывает про католиков. Захватывает новый континент. И индейцев надо крестить всех. Крестились. Но они не верят. Большая деревня. Три тысячи человек. И друг сообщает, они ушли в лес тайно. И шамане хотели. Как? В прежнем базар? В очках. Всю деревню до того, до младенцев всех истребили. А у нас, а сектантов, а что здесь-то страх дарили? А духогород-то как встылали. Не по нашему верю. А как баптистов-то на каждом шагу преследовали-то? А старая грязь-то-то сколько погубили? Не мстите за себя возлюбленное. А что делать? Пусть один указан. Пусть любви. Православная церковь участница была во всех этих сложных, трудных делах и поворотах. Наум 1.2. Господь есть Бог ревнитель и мститель. У Бога имя мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Стих Господь врагам своим и не пощадить противников своих. Нам никогда так не расправиться. Помните, потеряющие были, которые воевали, которые были против. Даже казни такой не придумаешь. Они внезапно умирают. У меня статья, которую он мне писал. Внезапно лучший журналист. МК на Алтае. Внезапно находится в подвале убитым. Почетнейший день не знает от чего. Это Господь мститель. И молиться надо. А какое ваше участие? Никакого я знать и про это не знал. Я только молюсь. А уже протестовать мы не можем. Бог решил. Бог привел к пригору исполнения. Притча 24, 17, 19. Не радуйся, когда упадет враг твой. И да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь. И неугодно будет это в очах его. И он отвратит от него гнев свой. Не негодольно владеет. И не завидуя, не счастлива. А это вот его за меня. А это вообще только клеточки. Не радуйся. А поскорби. Примени его боль в себе. Трудно до этого дойти. Но христианину возможно с милостью Божьей. Господи. Вообще-то приятно слышать. Когда враг не спровергнут. Я слышал такое от Сирана. Нет больше той радости, как идти за гробом противника. А после вернуться, как идти из каллина выпить. Стали. А мы скажем. Горе врагу этому, который не покаялся. Прости Господи. Может и моя не накатает здесь. И детей его пожалей. Помоги. Иди. А не так, чтобы дети знали тебя как врага. Стрищик 24-29. Не говорит, как он поступил со мной. Так и я поступлю с ним. Вождам ему. Это отрезано. Наоборот. Я считал правосудистов. Вурнбранд. Когда она пригласила дом палача, который всех родственников ее расстрелял. И он сидел, обедал и не знал. Он бывший охранник. Секуритата. Тайной полиции. И ее сколько лет мучили. И ему уже в два зерях они сидели. Рубыния. Но. Когда она ему сказала. Что я тот самый, которых ты сам расстреливал. Родственников. Я его сестра. Вот эти двух расстрелял. Это мои дети были. Он в ужас пришел. Он сидел. Лучшее кушание у ней ел. А что дальше? А дальше уже Господь это делает. Наша задача. Упросить Господа смирить не только врагов. Но и нас. Если постигнет какое-то несчастье. Кто-то подождет. Что-то случится с ребенком. Прости Господа. И помилуй. Да не войдет место в нашем сердце. Но да исполнится любовь и наградь. Женщина святого. Аминь. Аминь.